всем доброе утро перемещаемся в комнатку что-то устроило сегодня у нас был первый день прикорма и как все прошло ставим но на словах скажи людям у нас на страдание происходит у нас же пришли на днях мастер по интернете q вот такой там штуку установили покажу сейчас вот горит ли не завидом не видно это штука с телевидением у нас телевидение кофе так вот установили нам эту штуку что там с интернетом до и вроде должен быть быстрее что-то пока раздает на ну как бы загружает на интернет он быстрее намного а вот что так как скорость когда просто интернет у нас никогда не знаю у меня скорость не как тоже да и поставили вот эту штуковину с 150 каналов в хорошем качестве многие каналы вожди и так далее и тому подобное не знаю как это по меркам других каких-то стран и городов но до этого у нас был каналов 30 наверно да ну вот уже половина у нас из-за кабеля не шло нормально тут и улыбаешься улыбается он услышите ребенок уже хочет дрыхнуть и воду вопит на всю квартиру и пытается меня смотреть что я делаю перевернуться сегодня у нас по планам много-много-много-много ну это как мы так говорим в основном делаем нет на самом деле у тебя больницкий ящик все платежи с почты и и забрать все заказки с почтой платежи то что вы книжечки продавали я недавно отнес на огромную пачку книг на почту я в телеграм канале выкладывал это какого фотографию сколько там получилось то что у нас покупали с нашей черной пятницы не забывайте там еще книг много осталось сходу что-то интересное мы иногда выполняем короче все ссылки снизу если что и сегодня если я сделала военнский ящик я обязательно прикреплю снизу посмотрите кому интересно 7 пятниц работает нормально забрать заказики потом там вроде еще одна девча прислала книгу да да она короче сделала хитро она просто не присылал да отказано мимо лер имя на имя леры в книжный магазин нам прийти просто забрать ничего на соску летела короче я мерчики кинул соску не пойми куда и веселишься ну вот все слышите ладненько будем одеваться умываться и собираться на улицу потиху мы тут сермерчиком уже вышли на улицу ждать леру но насчет задержится потому что надо помыть эти блендер она там все сбивала брокли круче ромирчик как-то поел на сказал что попробовал ожидал он другого чего-то ну будем потиху водить уже пора погода улице ужасно какой-то мелкий дождь капает плюс ветер то есть на улице от насильно холодно скорее всего будет ну и скорее всего будет нам как обычно задувать но пока походим по дождем леру выбрались мы на улочку здесь очень шумно около детского сада да что еще будем делать или я сразу пойду погода гадкая рука подмерзает просто жесть хотя вроде как ты говорила что снег обещали да такая погода будет резкий на счет мороза то снег будет полюбаться что очень такой вот просто холодно из-за влажности такое такое а у меня еще плюс одна перчатка то что я второго потерял еще с ним запланировал я заехать в какой-нибудь типа строительного магазинах что-то есть кабель для интернета просто ешь мы как вам уже сказали что у нас загрузка именно к нам идет немедленно так же как раньше то есть было более-менее нормально а вот загрузка в интернет намного быстрее то есть раньше то что у нас видео загружалось час сейчас на загружается минут 20 вот ну у меня так вот но например как бы принимаем мы по той же скорость у нас в 10 раз больше мой ветер в беларусь наконец-то подключили apple pay для тех кто не знает эта штука такая типу как на карту переносишь война карту на телефон переносишь свою карту и ты можешь оплачиваться с помощью телефона прикладываешь к терминалу и она плачет так как я все вроде как перенес нас будет пойти сюда попробовать как вообще работает должно работать по сути до банк да банк подключить наши не приорбанк уже подключила они это же это степень не надо как карту простые это скорее всего мой очень вкусный ну что ребятки очень долго конечно стоял там на магазине испробовал apple pay моментально просто работает еще классно взял себе капутина с каким-то там с хижевик и что-то в этом роде или взял латте с орехом и взял еще нам столичный кокляр четыре штучки я говорю типа нечаянно сказал столичный советский да я сказал типа столичный она тебе мне говорит какие советские что ты делаешь вот они нам в такой вот коробочке в такой вот да ты красиво все сейчас попьем поедим пойдем на почту да ну ладно придет заканчивать съемку что-то сделала она фоткала кофе и не дала мне поесть так быстрее красиво получилось пока сейчас все твои секретики все узнают какие не знаю никаких секретиков так хочется обработать зашел на почту там в кассах очень много народу приду наверное попозже потому что сейчас там нет смысла сидеть взял нужные бланки тоже их надо будет меня заполнить идут домов на улице очень сильный ветер и очень гадкий короче фу холодно сейчас мы с вами отправимся заберем заказики которые приходили на книжный магазин и пойдем сейчас ходим в строительный магазин вроде на больше ничего такого не надо было делать а ужасная погода ужасно-ужасно ребята ненавижу на днях мы узнали своими коллегами по работе с моими друзьями что вышла новая книга анджея собаковского ведьмак ну как анджея собаковского как бы оно вышло под его именем но это сборник рассказов скажем так фанатов вселенной вот скажем как это будет так правильно то есть люди писали присылали какие-то рассказы наверное он их редактировал смотрел и из этих рассказов он и сделал сборник это как я понял почему я еще не читал не смотрел не разбирался вот и мы у нас такой вопрос стал типа можно ли считать вот эти вот рассказы каноном то есть так как автор наверное редактировал отбирал эти рассказы которые более подходят по другой мир как ты их адаптировал или же нет вот на работе мы сошли что это скорее всего канон вот один парень сказал типа ну если канон придется читать вот я же сказал что скорее всего что нет это более похоже на фанфики а вы что думаете вот пока на мейбуке нет еще в текстовом варианте понятное дело в аудио варианте тоже нету но подожду потом может быть и почитаю ведьмака сейчас в книжный магазин покажу вам книжечку как она вообще выглядит в книжном виде в книжном виде Наконец-то я нашел более-менее нормальное место, где можно нормально записаться без ветра, потому что ветер дует со всех сторон. Блин, везде все шумит, я боюсь, что меня будут просто заглушать. Возле стройки иду, короче. Так вот, зашел я уже в книжный магазин, забрал заказ. Приблизительно там книг 8 на глаз. Вот, уже дома вам покажу, потому что, понимаете, сейчас никаких возможностей нет вам показать их. Обязательно покажу дома. Но сейчас иду в строительный магазин поискать кабель для интернета. Вот, попробуем сегодня его подключиться, видеть, как будет скорость именно на кабеле. О, идут какие-то грехи дарами этими дворами, стройками, потому что просто на проспекте очень-очень сильный ветер. Думаю, сейчас вот вы его и слышите, потому что начал очень сильно дуть. Конечно, непонятно, как тут крутить-вертеть по этим дворам, но сейчас как-нибудь выйду. Лера написала, что я очень быстро все делаю. Вот, хотя, мне кажется, я уже задолбался ходить, поэтому ветру по улице. Хочется, холодно, хочется быстрее домой. Вот, ой, вот такие вот гадости у нас тут. Блин, хочется поснимать, поговорить на камеру, но из-за погоды прям очень-очень-очень не хочется отзывать руки с кармана, отзывать телефон. Потому что реально, только ты стоишь, сразу мерзнет рука. Пытаюсь выцепить моменты, когда нет ветра и хоть как-то с вами связаться. Вот такие вот дела. Пока по дворам что-то я швендую, но не вижу этого строительного магазина. Надеюсь, скоро к нему придем, потому что ориентировочно я знаю, где он находится, но никогда так дворами не ходил. Будет обидно, если сейчас просто круги наворачиваю. Ах, лохматые волосы и шапки. Короче, ребят, дошли мы до строительного магазина. Сейчас немножко походим, освоимся, посмотрим, что здесь есть. И, надеюсь, найдем мы кабель, который нам нужен. Я понять не имею, что здесь находится. Давно здесь не был. Сверх и последний раз все заходили дорогой назад. Мы, кстати, здесь покупали нашу душевую кабинку. Закупил себе всем, чем только можно. Купил даже то, что не планировал, ну а-ля. Тройник и удлинитель. Спустился тут небольшую низинку. Можно, в принципе, поговорить и без ветра. Расскажу вам по поводу нашего интернета, по поводу этой приставки с телевизором. Мы с Лерой вообще телевизор не смотрим. Но сейчас, так как она в комнате постоянно находится с Яромирчиком, она бывает на фонушку-нибудь врубает и там идет. А-ля Дома-2. Так вот. Что Лере очень понравилось, что бывает такое, что на что-то хочется интересно послушать, но Яромирчик там, например, отвлекает, покормить еще что-то, приходится выключать звук, пропускать какие-то моменты. И в этой функции приставки есть такой момент, что ты можешь перематывать, а можешь просматывать те программы, которые прошли за сегодня, что-то в этом роде. Вот. И Лере эта функция очень понравилась, поэтому она бывает там вечером шмут делает, параллельно включает то, что было днем, утром, и смотрит вот такие вот злобоссы. Ну, говорю только, что пока что небольшие проблемы с интернетом. Возможно, не проблемы, просто мы неправильно понимаем, как это все рассчитывается, потому что вроде скорость, нам сказали, будет в десять раз больше, а она такая осталась, то есть ничего вроде не изменилось, или просто это как-то не ощущается почему-то. Ну, не знаю, не знаю на самом деле. Попробую сегодня через кабель, может что-то изменится, может что-то не изменится, и плюс у нас в последнее время барахляет что-то вай-фай, число в восьми до десяти, просто невозможно им сидеть, потому что очень сильно лагает. Как сказал мастер, который приходил, нам установил, что представьте, что у каждого человека в доме есть вай-фай, и они как-то там перебиваются, есть возможно какие-то помехи, но что-то это очень странно, если честно, звучит. Вот, как-то раньше такого никогда не было, а именно вот, именно сейчас такое вот началось. Короче, посмотрим. Кабель я купил, посмотрим, как будет через кабель, что-то изменится, не изменится, но, как минимум, через кабель не должны быть эти сбои именно вай-фаевских сети. Короче, попробуем. Речечка наша растаяла. Ну что, ребят, я вернулся домой. Погода, секундочку. Ужасно, отвратительно, нечеловеческая. Ой, Яромерчик тоже возмущается. На улице декабрь, а мне в зимней куртке стало жарко, но в то время не снять ни шапку, не раздеться, ничего, потому что ужасный ветер холодный, большая влажность, а под куртки жарко. Я уже ушел домой и думаю, ну нет, что ты там возмущаешься, лежишь. Вот. Я встречаю это мое семейство маленькое, сейчас вам покажу их. Молодой человек, как у вас дела? Что там мама? Мама тут. Мама. Привет, там папа. Что скажешь для зрителей? Я понял, все, спасибо большое. Ребят, только что понял, что я совсем забыл про абонентский ящик. Мы же с вами туда вышли, я решил зайти после всего дела и забыл. Ладно, значит абонентский ящик у нас остается на потом. Если мы все-таки до этого видео получим его, все будут там снизу данные. Ну не знаю, все равно. У нас так дома холодно стало. А мне вот жарко, еще раздеться. Лайк, буду раздеваться, сейчас покажу вам все, что я там напокупал. Хочу обкать свои носки с мунком. Короче, не обращай внимание вот на вот это вот. Это там и вещи. Мы типа такой убрали вещи. Решили подснимать с лампой, еле ее поставили. Потому что вместо не было, что ее поставить. Лера говорит, что моя маленькая, потому что она сзади сидит, если что. Короче, сейчас покажу вам все, что я купил. Купил лампочку. Она похожа на ту, которая у нас сейчас стоит, но она с белым цветом не обещали. И помощнее, да? Да, блин. Из-за света не фокусируется. 15 ватт, да. А там было 30. Может из-за этого вот эта слабовато? А там 30 было? Угу. А это типа не накопительная, это светодиодная. Он как включил, она мощнее, а она как будто это светит. Да? Она... Энергосберегающая? Ах и ну знает. Это очень важно. Она будет тоннами электричества тянуть. Думаешь? Да. Это однозначно. Сколько она стояла? Блин, они меня надурили. Здесь у вас. А, да, энергосберегающая. А, то нормально. Уже, если честно, против лампы жарко сидеть. А я так блоги снимаю. Это ужасно, на самом деле. 25 лет обещают. Плюс к жизни она дает еще плюс. Ладно. Убираю лампу эту. Следующее, что у нас. Это кабель. Вот такой. Короче, я в этих кабелях не разбираюсь. Подошел. Там два парня таких молодых стояли. Наверное, моложе меня. О, смотри, как у него укатилась эта фигня. Два парня стояли. Я подхожу и говорю, здравствуйте, мне нужен, типа, интернет-кабель от модема к ноутбуку. Парень такой говорит, пойдемте со мной. Говорит, потом поднимает кабель и говорит, этот. Я говорю, ну я не знаю, но мне нужен от модема к компьютеру. Вы меня понимаете? Он говорит, да. Какие-то еще названия это говорит. Я такой, я не знаю, мне нужно вот этими штучками, которые вставляются. Просто кабель интернета, чтобы у меня может было интернет протянуть именно через кабель. Он говорит, да, вам нужен вот этот кабель. И потом, когда я проходил, они, похоже, там смеялись. Я думаю, что надо мной. Я думаю, что дурачок. Но... Начинается к вопросу. Ты же с самого понимаешь, что если я подхожу и говорю, тебе неправильное название, значит, я не знаю. Я не знаю, как этот кабель называется. Он называется шнур HDEU10. Короче, на 10 метров. Вот такая вот штуковина. Ну, как бы, мне не нравится, когда так делают. Типа, если вы что-то профессионалы, а я нет. Открыточку удалится, что я не брал... Это как его... Пакетик. Да, держи. Теперь переходим, наверное... А! Другой Лериной. Презенты. Тройничок. Блин, все белое, так засвечивает это, да? Приходится ближе. Тройничок. Это нам розетку, но это еще не все. Отлично. Еще я купил удлинитель с кнопкой. О! А это отлично. Это очень хуже. Я подумал, что ты все равно выдерживаешь на все розетки, а тут ты просто щелкнула, и все, и все у тебя заблочено. Отлично. Прям отлично. Вот. Это такие технические наши штуковины. Угу. Так, переходим к книжечкам. Как я понял, первое сейчас будет с пакетикой, это то, что Лере подарила девочка. Она сделала хитро. Она просто заказала в магазине. Ну, понятное дело, оплатила. Она просто много надо было забрать, чтобы там, типа, знаете, пересылка и время на встречу. Она из Беларуси, думаю, да? А это дяди Нине. Ну, скорее всего. Вот это, наверное, ее, да? Нет, это это, что я заказала. А, ну покажи. Это, это продолжение лазурь на его пальцах, которое я читала. А, здорово, да? Лампа просто очень близко стоит, не обращай внимания. Я не знаю, у меня так не получалось. Очень близко лампа стоит, поэтому она засветит. Сейчас черная книга будет нормальная, я думаю. Короче, вот, продолжение лазурь на его пальцах. Отлично. Все книжки, ребята? Или это третья книга? Я не знаю. Давай, не будем за это задерживаться. Я разберусь. А это детектив, прикольно. Вот, ее черный хорошо видно. Да. Ну, только отсвечивает. Это ты заказывала, да? Да, это я заказывала. Сейчас. Это вот две книжечки Лера заказала. Теперь еще какие-то книжечки. О, это тоже ты заказывала, Лера. Это я заказывала, да? По теле, да? По теле, я увидел, что это, скорее всего, Лера. Это тоже детектив мне советовали, пропавший. Хорошо. Это не та серия, случайно, черный, хотите, детектив? Да, но мне вот именно ее советовали. Она дешевая. О, есть эти лампы, как она засвечивает? Вот здесь просто она прям упорно, прям вот ровно с камеры стоит, поэтому изменяемся. А половину лампы включили, да? Нет. А попробуй половину сейчас щелкнуть. Так это половина. Я, по-моему, включалась. А включи дальнюю половину. Да, это одна половина только. А включи всю. Сейчас, подожди. Как ярко. Половины хватит. Да. Да. Вот такая вот книжечка. Помните, мы говорили в серии вот этих вот детективов? Да. Не брать, потому что они в основном дерьмецо. Но ей посоветовали. Мы это единственное, что ей посоветовали прям очень тепло. Короче, пропавшим. Да. Это же тебе есть, нет? Да. Это на розыгрыш. Мне кажется, или она немножко другая. Гладкая или софт-тач такая же. Просто может она старая. А, либо дети не имеют. На розыгрыш. Как назло, все книги либо в пленке, чтобы отсвечивать, либо белые тут теряются. Вот такая вот книга. Извиняемся за этот свет. Это уже девочке надо правиться. Это уже выиграли? Уже выиграли, да? Это уже разыграли, да? Я просто, к сожалению, не знаю, потому что... А эту разыграться будет послезавтра, приезжающей серость, мои любимые. Ну, послезавтра это будет намного раньше, скорее всего. Это просто... В воскресенье. Ну, видео у меня выйдет чуть попозже. К вторнику, наверное, видео выйдет. Может быть раньше. Я уже подумал, что, наверное, не буду вообще соблюдать никаких там этих, потому что я... В смысле нет. Да, каждый выходной снимаю. Видите, у меня уже блоги получаются такие относительно не тематические, что я, например, куда-то еду, там, в конкретные места, а более жизненные, потому что, сами понимаете, сейчас такой период, что нам приходится именно тусоваться в одном месте. И новая книга Тилье. Фрэнка Тильеза. Лесть теней. Может, сейчас начать читать? Фрэнка Тильеза? Я как раз сегодня зачитала после. Восемнадцать плюс впервые на русском языке. Кстати, Тилье... А ты не старая книга. Ну, у нас сейчас вот... На удивление, знаете, что я заметил? Книги Тилье пропадают в магазинах. То есть вы, если вы её сейчас, например, не купите... Новинки-то ещё есть? Да. А вот, например, то, что, например, книги две назад, вы уже тяжело найти то же самое сновидение, головокружение. Да, вообще нету. Иди, например, придётся за ребёнком убирать. Так, ребёнок. Потому что ребёнок там играется с тем, что из себя выдал. Так, значит, я не утрирую, он играется с погремушками. Мне для камеры сказалось смешнее. А зачем? Да, сейчас начнётся же типа... А-а-а-а! Хреновая мать! Не убирай за ребёнком! Мать! Скажи, мать! Ребёнок! Вот, по поводу Тилье вы понимаете, да. Поэтому, если вы хотите читать, то лучше берите все книжечки, которые будут сейчас. Я оставлю ссылочки на MyBook. Если что, переходите, там можете заказывать, вы знаете. И не забывайте про мою скидочку 15% на MyBook. Вот. Она действует до 1 января. До 1 января только? Да. Ты подписалась на мой скидку? Да. На самом деле, это давно было подписано. О! Большой шрифт, прикольно. Сколько тут страничек. Я заметил, что какой-то автор в таком же издании выпускают. Мы с вами выпускают тоже издание. В таком же? Да. Дай покажем. Мы сняли облог. Так будет лучше видно. Приятнее коричневый цвет. Да, очень приятненький. И очень классное описание. Тебе должно понравиться тоже. Она вне серии. Это вне серии? Да. Я телье в основном вне серии этой книги читал. Держи. У нас не хватает одной книги. Какой? Медовый траур. У нас все есть. Все. Ребята, если у вас есть медовый траур. В твердой обложке. В твердой обложке. Вот с супер обложкой. И в хорошем. Желательно в идеальном состоянии. Мы готовы вас приобрести ее. В хорошем. Либо обменяться на что-то. Либо приобрести. Либо обменяться что-то. Либо купить. Короче. Потому что у нас не хватает одной книги в коллекции. Одной книги. Просто видового траур. Да, у нас в стиле пока есть. Следующее. Это уже, наверное, презент девочки, да? Да. Эти книжки туда все. Ну блин. Книжки все. А ты только не заказывала? Это она сколько тебе прислала? Я ничего не знаю. Она сама. Это все, что ты заказала? Да. Ого. Я уже вижу книги, которые я хотела. Отвернись. Будешь смотреть в камере. Короче. Я не знаю, кто прислал. Кто прислал? Можешь сеть. Спасибо. Как зовут? Я вот сюда не понравилась. Ну ладно. У меня не будет эксклюзивом, потому что... Я вот так смотрела. Поехали. Первая книга. Называй, или ты не видишь. Я не знаю. А, блин. Дарующие звезды. Класс. Дарующие звезды. Блин, я... Вот эта стиль, которая... Пахнет очень сильно краской. Ну. Вот такая вот штуковина. Как классно. Вот. Прислала это одна книга. Подожди. Подожди. Дай мне почитать хотя бы. Или потом мне почитать. Потом почитаешь. Блин, мне же интересно. О, прислали то, что у нас было. И, по ходу, мы то, что мы продали. Да? Ну, не важно. Давай. Ну, не важно. Не, книга хорошая, которую прислали. Ээээ... Вот эта вот. Ээээ... Кейт Морротон. Доча с видео мастера. Я-то ее хотела. Блин, как классно. Так, хорошая. Классно. 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 В темноте. Да, вот мы ее читали. Ой. Чем она плохо? Она такая матовая относительно. И она очень, типа, пачкается сильно. Пылиться. Она очень хорошая книга. Я тут чуть рукой тронул и уже как будто жирные пятна не остаются. Во! Видно вам, наверное, сейчас будет видно. Видите? Видишь, где он находится? Ребенок ползет к дверям спиной. Он ползает спиной у нас теперь. Да, пока еще не чувствуется. Очень смешно, что яроверчик... Нет, он спиной уже отталкивается. Да? Очень смешно, что он пытается ползти. Он такой, типа, остановится на ручке. Типа, все, вот, готов. Потом ложится на живот. Такой. Начинает дергаться, думает, что он ползет. Ну, назад он ползет уже такой же. Ну, он толкается, да. В темноте. Короче, у нас как-то мы с Лерой пытались сделать инстаграм-канал. Именно книжный. Именно фотографии. Ну, знаете, как просто, типа, инста... Как это называется? Бук-инста? Инстабук? Когда выкладывают... Букстаграм. Букстаграм. Да. Мы не хотели как-то в это вникать. Мы просто хотели книги наши периодически выкладывать, чтобы, типа, ну, люди знали, что у нас там есть. И помнишь, как я заморачивался? Я хотел как-то необычно все сделать. Было такое... Я в темноте фотографировал фигню. Ну, эту на бумеранг, да? Да. Ой, какой-то хмурый свет тебе яркий. Ну, ты же блогер. Вот. Я брал, типа, вот эта книга. Надо посмотреть, если я найду эту фигню. Ну, я зажигал зажигалку, то есть книга появлялась и исчезала. Если ты не удалил с этого канала, то что... Я вроде оставил... Одну единственную, да? Одну единственную я вроде оставил. Я обязательно вам... Если найду ее, я прицеплю куда-нибудь. Клево она сама выглядит. Тогда еще на фиговую камеру такую зернистую было немножко сфоткано. Ну, очень классно. Ну, прикольно, да, что как-будто вот реально она была атмосферная. Я не знаю, что я придумал. Книга хорошая, я ее прочитал. Мои пальцы вы вот наблюдаете. Тут интересно, что баба поговорит, тут интересно. Ну, а что ты можешь посмотреть сказать по этому поводу? Скажи, я проверю, попробую сначала. Скажи, надо на вкус проверить, да? Ладно, переходим дальше. Это одно. Походу, следующую книгу Лера тоже читала. Ну, не знаю точно. Нет, это продолжение. А, это продолжение? Да. Ура! Аниме или аниме? Аниме, наверное. Ну, навряд ли аниме. Ура, это продолжение. Это «Средненный ястреб». Да, Лера читала первую, да? Первую читала, да. Да, блин, классная. Я хотела очень вторую прочитать, конечно. Классная, кстати, книга первая, которая читала. О, ты любишь листы желтые, да. Так она, издание шикарное, блин. Она классная. Только единственное, что у меня минус, что я не помню. Прикольно, следующую книгу, кстати, прислали. Да? Единственный минус во мне, что я не помню первую часть. Может мне ее перечитать? Да, вспомни, конечно, что читать и вспомниться. Не факт. Я так это начитала. Ой, какая она приятная. Правда? Короче, ребята, у Леры есть видео по этой тематике. Ты от видела какая книга или нет? Ты пока не знаешь? Нет, книги вообще ничего. У Леры есть на канале на тематику данной книги. Она заморочилась. Это Макс Фрайя сказки старого Вильнюса. Но мы как-то ее забили читать. Их там вроде 8 или 7 книг, да? Что за сборник? А тут написано все сказки Макса Фрайя. Обалдеть. Именно старого Вильнюса. Лера ездила, она еще в красивом издании, смотрите. Я недавно писала кому-то издеть, чтобы я очень себе хотела эту штуку, но не ей. Вот, короче. Обалдеть. Кто не знает, Лера снимала видео в Вильнюсе. Она ездила в Вильнюс, потому что здесь вспоминаются всякие кафешки, места, памятники. Но они в таком как бы фантастическом каком-то мире это упоминаются, да? Яромирчик играется опять со своими делами. Ну вот, поэтому Лера не может тяжело снимать блог именно дома, потому что яромирчик отвлекает по-евому поводу. Понимаешь, тут проблема в том, что если он, ну он именно крутится. Так вот, ездила в Вильнюс, ходила по этим кафешкам, она распечатала карту, распечатала карту, отмесила все места. В каком-то было, помнишь, повествование про волшебного кота в кофейне, да? Кота? Да. И ты приходила и в кофейне был кот волшебный, типа. Кот? Да. Ты тебе рассказывала. Ну, она, вот, и я даже не читала, я вообще. Молодец. Какой кот? Что... Был какой-то волшебный кот в кофейне. Ты какой-то рассказ читала, там про кота волшебного, и когда ты приходила в эту кофейню, на самом деле, там тоже посетил кот же. Не этот, а просто кот. Вот он и волшебный. Короче, ты вообще все попутал. Была про кота сказка. Это не в кофейне, а в таком окне. И там кота не было, на самом деле, это другой, кто-то ездил. Вот когда я приехала, там вне было, точнее, кофейне, а просто кошка. Да? Блин, я всем кому рассказываю, походу я дурю всех. Да, но это единственное, что с котом было. Вот я была, там были кофейне... Нет, потому что ты говорила, что какая-то кафешка, что в ней, типа, какой-то волшебный кот, что-то такое, или окно? Окно. Окно с котом. Да, окно с котом, и с индийскими всякими штуками. Буддийск, когда он ловит снов, и кошка, типа... Ну, с ней я читал, как бы, ничего страшного. Ну и про это, ладно, это про фонарщика. Про фонарщика классно, это и было. Да, то, что там тоже волшебный фонарщик, да? Что он там делал? Что он там зажигал звезды, или что? Ну, это как бы, да. Ну, она... Короче, там еще сложно объяснять. Ладно, я расскажу, как это понимаю. Это продолжение, видишь? Это не те сказки, они не повторяют здесь другое. Неважно. Про фонарщика, про фонарщика расскажи. Очень долго. Короче, Лера уже ушла полностью в книги. Как вы понимаете, заканчивается наш обзор и показ. Ого, а вот с котом, покажи. Во, кот. Это не то? Нет. Дай покажу. Короче, здесь сзади... А, нет, посмотрю. Фотографии. И, скорее всего, не к рассказам. И именно вот в реальной жизни, как это выглядит. Наверное, эти места. Наверное. Ну, правда, это прикольно такие, видишь, фотки. Давай покажу. Обалдеть. Это, конечно, не спойлер, типа, ну, я думаю. Нет, с тобой на сказке вообще не спойлер. Различные вот такие вот фотографии. Черно-белые. Вот. Кому интересно, поковыряйтесь у Леры на страничке. И Ромир Евгеньевич. Короче, у меня с ней такая пришла идея. Я когда шел, сфоткал мусорку, я не знаю, зачем я ее сфоткал. Типа, сделать инстаграм-канал. Фу, блин. Инстаграм-канал? Страничку еще одну. Мы с Лерой проводим всякую рандистику. Вот мы идем, просто что-то видим, не знаю, прикольно. Тоже самое, как вы помните, я мусорку фоткал. Есть фотографиями в инстаграме. Да. Коробка лежит на мусорке, такая, типа, грустный, типа, смайлик. Я ее фотографировал. И что-то наподобие такого выкладывать на отдельную страничку. Это будет, там, она не имеет какую-то культурную ценность. Ничего. Название фотографа тоже. Просто она будет. Кому интересно, кому такую хрень посмотреть. Очень интересно. Фу, блин. Я, может быть, закину, положу. Положи, положи. Я еще подумал, можно отмечать, типа, места, где вы это видели. Короче, ребят, ладно. Ярамерчик уже там зовет к себе. Так он везет к себе, хочет игрушку. Вот. Вот это раз, стопочка. Положи игрушечки, давай. Давай. Валди, так. Вот смотри. Вот так вот. Сейчас я сложу. О, я сейчас сделаю как Лера. Сейчас я буду крутым буктюбером. Ты поняла прикол, да? Никто не поймет, кроме нас. Никто вообще. Все поймут. Нет, никто не поймет. Я это... Ну, мне кажется, никто не поймет. Это вот так, если честно, и так это и происходит. Когда, знаете, на заставке стоят, типа, книжные, огромные книжные покупки, умирая в горы книг. И так, знаете, типа, они... Держат вот так вот. Это как бы так и выглядит, на самом деле, когда снимаешь. Ты поглядишь сейчас подарочек вон. Ничего не поглядишь? Так это же мне отправлять им. Поэтому аккуратненько. Подарком. С моим исчужением. Тогда помоги мужу. Поддержи. Ты мне хоть раз помогал книгами? Нет, Лера все это делает одна, когда фотографирует. Для... Вот так, вот так. Однажды... А теперь, понимаешь, а я сколько? Я могу по 40 книг. Как, ребята, вы понимаете, это будет моя заставка. Вот так и назову огромные книжные покупки. Извините за обман те, кто рассчитывал увидеть книжные покупки с хорошим взором. А вы увидите вот это вот. Лохматого пацана, который полдня ходил как... Пацана. Пацан. Я пацан. Короче, парень Лохматого, который ходил целый день по городу, а потом вот на доставку поставил книги и написал книжные покупки. Поэтому... Извиняю. Ну это можно относить к книжных покупок? Мы уже, по сути, купили. Конечно. Книжные подарки. Короче, ребят. При свете очень красивая картинка здесь, но из-за того, что я как бы очень маленький канал, YouTube немножко нам уменьшает. Уже не снимает книжные покупки. Смотри. Ты не мог, блин, как-то неприлично. Давай заново. Нет! В трусика вставляйся. Поэтому да и прикол, что я такой типа по пояс. Давай. Именно для кадра. Именно на шаге в трусах был. Так, ребята. Мы пока снимаем для лирь, но... Чтобы вы понимали, как это происходит со стороны. А зачем я вам показываю опять? Короче, вот. Все. 20 минут. Вот вам и целый влог. Вот. Ребятушки. Короче, тут такое дело. Пришло мне письмо на почту от MyBook. У них проводится новогодняя акция. 35% скидки на покупку подписки. Условия акции скидка 35% действуют на сайте mybook.ru. При покупке на 1,3 месяца. Подписка по промокоду не дискон. То есть... Ну, понятное дело. Вот. Написал, вот только пришло и сразу же вам сообщил. Поэтому пока что мой промокод откладывается. Пользуюсь этим. Это 35% скидки. Думаю, я тоже подпишусь еще на 1 месяц. Лук себе дальше. До свидания.